МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юный эколог и взрослые задачи. Ученица Чебоксарского лицея получила грант Федерального агентства по делам молодежи. Официальные итоги выборов президента России. Центральная избирательная комиссия страны подведет в течение 10 дней. Но уже очевидно, что общая картина не изменится. Лидер по количеству набранных голосов – действующий президент Владимир Путин. Эти выборы уже называют рекордными. Количество избирателей, отдавших свой голос за Владимира Путина, превысило 54 миллиона. Это самый высокий результат на президентских выборах в истории России. До завершения голосования в стационарном режиме осталось 10 минут. Объективный и пунктуальный электронный КАИП. Сразу после объявления на участок 19.38 в шестой школе заходит последний избиратель. Он голосует и спустя 5 минут комиссия за закрытыми дверями приступает к подсчету. Строго по протоколу вначале считают неиспользованные бюллетени. Сейчас бюллетени считайте, сколько у кого осталось. Не обязательно перекладывать. Вот так каждый бюллетень вам указывает. Потому что это не ручной счет за кандидата. Сразу забирает подростки, секретарь. Принимает и складывает в одну кучу, чтобы их погашать. Гасят, удаляя левый нижний угол. Затем из запечатанных урн бюллетени людей, которые голосовали на дому, вносят в КАИБы. И вот итоги. Больше всех 74,4% голосов за четвертого кандидата в списке – Владимира Путина. Впрочем, подобные результаты с уверенным лидерством Путина фиксировали на абсолютном большинстве избирательных участков России. Вчера вечером в общественных пунктах кандидатов сторонники следили за свежими данными, поступающими из федеральных СМИ. Я понимаю радость тех сторонников, которые действительно голосовали за Владимира Путина. И, наверное, это тоже очень важно осознавать, что мы одна, единая, сильная команда. Потому что, понятно, зависит очень много от президента. Но больше всего зависит от нас, насколько мы готовы решать те задачи, которые стоят не только перед президентом, но и перед президентом, который ставит перед нами эти задачи. И я благодарю еще раз наших избирателей за их активность, за их неравнодушие. Предварительные итоги выборов президента России в Чувашии сегодня обсудили в Доме правительства. Цифры показывают, что по количеству голосов действующий глава государства превзошел результаты всех предыдущих избирательных кампаний. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Благодарю всех за работу, за то, что подходили ответственно и доводили все эти поставленные задачи кандидата президента России Владимира Владимировича Путина. То избиратели, благодаря избирателям Чувашской республики, за то, что на самом деле пошли голосовать, проявили свою ответственность. Люди, россияне, проголосовали за стабильность, за достойное будущее наших детей. Когда в Доме правительства начиналась еженедельная планерка, в ЦИК страны подсчитали 99,75% протоколов. За Владимиром Путиным уверенная победа и большой отрыв от других кандидатов. Такого количества голосов действующему президенту не удавалось набрать. Даже во время выборов 2012 года. За президента Российской Федерации Владимира Путина отдали практически 56 миллионов избирателей Российской Федерации. Намного лучше показать им по ярким и по качественным результативным показателям. Среди регионов Приворска и Федерального округа, так можно сказать, мы на шестом месте. Переди нас Мордовия. Предварительные итоги выборов Чувашской республики выглядят так. За Владимира Путина проголосовали более 77% избирателей. За Павла Грудинина 12,03%. Владимиру Жириновскому удалось преодолеть отметку в 5%. На четвертом месте Ксения Собчак. На последнем Сергей Бабурин. Представитель Российского общенационального союза набрал 0,53%. В региональном избиркоме говорят, что в объективности результатов сомневаться не приходится. Ни на одном участке, нигде, в самой маленькой деревне, никому даже в голову не пришло, что можно там взять и за кого-то бросить бюллетень. То есть каждый человек пришел, проголосовал, а избирательные комиссии посчитали. Вот обратили внимание, как быстро на этих выборах шел подсчет. Вот это вот новые технологии, QR-коды, когда руками не вводили, все это сканируется. Уже вот очень быстро все посчитали. Выборы президента запомнятся и высокой явкой. Более чем в 15 муниципалитетах проголосовали свыше 90% избирателей. Такой явки на выборах у нас в постсоветское время, условия новой России уже не было никогда. У нас 76,23% избирателей приняли участие в выборах. Хочу отметить, что по явке мы до последнего момента, до 18.00, шли на первом месте в Привозском федеральном округе. Я связывался со своими коллегами других регионов. Вот нынешние выборы показывают, что люди шли не призывом, вот идите на выборы, они сами заявили желание. С детьми, с семьями и действительно показатели каждым годом лучше и лучше. Потому что уровень жизни развивается, улучшается, вернее, если так сказать, люди это замечают. Выборы были проведены на высоте. Это отмечают и наблюдатели. Грубых нарушений не допущено. Выступило несколько обращений о нарушениях выборного законодательства. Также грубых нет. В настоящее время все они рассматриваются ответственными органами. Жители регионов проголосовали за стабильность. Доверие к действующей власти необходимо оправдывать, отметил глава Чувашия. В приоритете повышение качества жизни граждан. Нужно встречаться, я еще раз подчеркиваю, нужно сплачивать людей для того, чтобы добиваться общенациональных интересов Российской Федерации. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Впервые в своей истории президента России выбирали жители Крыма. Это около полутора миллионов граждан, имеющих право голоса. 18 марта для крымчан дата особенная. Именно в этот день, 4 года назад, полуостров вошел в состав нашего государства. В честь этого события во всех городах страны прошли праздничные концерты-митинги. Не исключением стали и чебоксары. Крымская весна вновь пришла в чебоксары. На площади республики собрались сотни горожан, чтобы сказать, мы вместе, мы едины. Студенты, работники организаций и предприятий, политики и деятели культуры. Для многих из них участие в митинге-концерты 18 марта стало уже традицией. Крым наш. Это все наши русские люди. Это все наши. Каждый год ходишь на митинги? Да. Мне это очень нравится. Поддержать наш Крым воссоединением. Что для вас значит эта дата? Ну, что Россия стала дружной, больше стала размерами. Воссоединение с Крымом – это тоже историческое важное событие. Ну, я не знаю, может быть, я лично от себя говорю, но это очень важно. Воссоединение, чтобы показать, что нам это не безразлично и очень важно. Праздник. Это же Крым наш был. Потом почему-то отсоединился. Сейчас обратно вернулся к нам, к нашей, к земле. Я считаю, что это хорошая дата, и мы должны ее отмечать. Но это первый год, который я хожу. Но мне кажется, и крымчанам самим отрадным будет смотреть то, что каждый город их поддерживает. И то, что рад, то, что мы воссоединились. Для каждого россиянина полуостров – это не просто субъект в составе федерации. Екатерина II, адмирал Нахимов, матрос Петр Кошка, 25-я стрелковая дивизия. Россия, Крым и Севастополь связаны общей историей. Вы неравнодушные инициативные люди, с одной стороны. А с другой стороны, у вас сердца горячие, и в ваших душах заложены патриотические чувства. Когда мы вместе, когда мы едины, это дает синергетический эффект, дает неиссякаемую энергию на добрые созидательные дела. Чуваша в числе первых поддержала желание Крыма войти в состав России. Сейчас между двумя регионами налажено тесное сотрудничество, и оно будет только расширяться. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. 18 марта жители Чебоксар выбирали не только президента страны, но и общественные пространства, которые в первую очередь благоустроят по программе формирования комфортной городской среды. Рейтинговое голосование за общественные пространства организовали на всех избирательных участках города. Из 18 объектов галочки можно было поставить напротив трех. В рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий приняли участие 150 293 человека, что составляет 41% к общему количеству избирателей. Результаты рейтингового голосования будут представлены районным общественным комиссиям в течение трех дней. Планировали сегодня уже услышать, но там действительно подсчет-то сложный. Всю ночь работали. Ну ладно, дождемся. Три общественных пространства, которые наберут больше всего голосов, городские власти обещали благоустроить уже в этом году. Общественные территории для благоустройства выбирали и в Новочебоксарске. Правда, в списке их было меньше, чем в Чебоксарах. Всего пять. Голосовали жители города Химиков активно. Благоустройство сцены на набережной реки Волга, пешеходная часть по улице Винокурова, благоустройство Ельниковского оврага, детский городок у школы искусств и сквер по улице строителей. Такой список на выбор предложили новочебоксарцам власти города. Администрация заинтересована в том, чтобы благоустраивать город. И достойные очень нашли места, где бы действительно людям было бы комфортно отдыхать и детям, и взрослым. Ну вот строительство сквера мне понравилось, детский городок понравился, пешеходную зону я частенько по вечерам прогуливаюсь, и мне действительно было бы удобно прогуливаться по зоне, которая действительно будет более благоустроена. В этом списке я увидел площадку по улице строителей, Дом-23 я проголосовал именно за этот участок, потому что считаю то, что Юраковский микрорайон, он на сегодняшний день как бы не совсем благоустроен, хотя район в городе считается один из самых новых. Прогулочных зон, парковых зон в Юраковском микрорайоне отсутствует. Мы болеем за строителей 23, но поближе всех, чтобы мы здесь могли тоже ходить гулять. Проголосовать можно было за три территории. Я думаю, что стоит обратить внимание не только на строительство новых участков, где новые дома, а также и на старую часть, где живут люди, где также непосредственно есть детские сады, школы, где дети, которым нуждаются в определенных местах для прогулок. То есть тоже стоит на это обратить внимание. Люди были проинформированы заранее. Это было и в СМИ, и буклеты были, и школа тоже говорила, что будет такое голосование. Наверное, каждый житель будет считать, что территория, которая находится ближе к его дому, нуждается в облагораживании. Поэтому покажет голосование, как думают жители. О территориях-победителях станет известно в ближайшие дни. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. До конца марта, по прогнозам синоптиков, в Чебоксарах будут держаться отрицательные температуры. Однако с первых чисел апреля столбики термометров должны уйти в плюс. В столице Чувашии начали готовиться к потеплению. Уже сейчас в Чебоксарах работает противопаводковая комиссия, которая определила потенциально опасные участки и объекты, которые могут пострадать от резкого таяния снега. Наверное, в конце марта, начале апреля будет резкое потепление. Не нужно забывать, что могут быть и потопы. Поэтому прошу всех постоянно мониторить подвальные помещения, отмостки вокруг зданий, входы в подвальные помещения. Ну и своевременно организовать работу по очистке снега, по очистке сосулек. Эту проблему вы знаете. Утром еще нет сосульки, а в обед она уже может представлять собой угрозу. И поэтому нужно контролировать крыши всех жилых и нежилых зданий. Начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Владимир Филиппов отметил, информация по действиям в случае паводка доведена до управляющих компаний и ТСЖ. Также сформированы аварийные бригады. В случае, если потребуется эвакуация жителей, к примеру, в частном секторе определены места для их временного размещения. Кроме того, с сегодняшнего дня в Чебоксарах временно ограничили движение для большегрузных машин общей массой более 5 тонн. Главная задача – сохранить дороги, а те, кто нуждается в перевозке грузов по территории города, должны приобрести специальный пропуск, отметил Алексей Ладыков. Эти средства пойдут на восстановление дорожного полотна. Ограничение продлится до 17 апреля. В Чебоксарах госпитализировали троих детей с признаками отравления парами хлора в бассейне-сауне. Там они отдыхали вместе с родителями. Сейчас проверку проводит Следственный комитет. После посещения бассейна трое девочек 10 и 13 лет начали кашлять. Появилась резь в глазах. Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия, отобрали пробы воды, воздуха и дезинфицирующих средств. К проверке также привлечены сотрудники Роспотребнадзора. Пострадавшие девочки были госпитализированы вечером 17 марта с предварительным диагнозом острое отравление парами хлора. Следовательно, проводится проверка на предмет соответствия оказываемых сауне услуг требованиями безопасности жизни и здоровью потребителей. В настоящее время жизни и здоровью девочек ничего не угрожает. Сегодня в России отмечается День моряка-подводника. Своими корнями история праздника уходит к началу 20 века, а точнее к 19 марта 1906 года. Именно в этот день по указу государя Николая II в состав военно-морского флота Российской империи были введены 20 субмарин и организованы специальные школы по обучению военнослужащих подводному плаванию. Этот день отметили сегодня и в Чувашии. В актовом зале национальной библиотеки собрались кадеты, ветераны и все те, кто так или иначе имеет отношение к флоту. Профессия моряка-подводника не только овеяна орелом романтизма, но и подразумевает ответственность, железную дисциплину и полную самоотдачу. О своем опыте служения на подлодках кадетам сегодня рассказывали ветераны. В свое время у меня и дед, и отец служили в военно-морском флоте. Я, естественно, попал на действующую подводную лодку и с удовольствием эти три года провел на службе. Да, конечно, было сложно, трудно. Почему? Потому что моряк-подводник – это не стоишь у пирса, а постоянно находились на боевом дежурстве. Нахождение под водой. Даже в современной проверенной субмарине – это всегда риск. Евгений Котлов служил на знаменитой подлодке К-19. Опасных моментов было немало. Мы плавали на севере, подо льдами, повредили антенну, с помощью которой осуществлялась связь с берегом, со штабом. У нас и ни хода нет, ни связи нет. Мы остались стоять в чужих водах, а лодка не секретней же, первая в Советском Союзе. У нас все подготовлено было к взрыву. Если лодку нельзя сдать, чтобы ее захватили, подготовлены были торпеды для взрыва. Если кто-то подойдет, значит, то взорвать лодку. На встрече не могли не вспомнить и об одном из самых трагичных событий в истории субмарин. 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подлодка «Курск». Погиб весь экипаж – 118 человек. Среди них и наш земляк Алексей Баланов. Родители Алексея сегодня тоже пришли на встречу с кадетами рассказать, каким был их сын. Пригласили для дальнейшего службы на атомный подводный «Курск». Это в то время, в 96-й год, вернее, в 98-м уже год был. В 98-м году одна из лучших субмарин была Северного флота и вообще. Северного флота «Курск». Он очень любил. Вообще, ребята из Чувашии очень часто выбирают профессию моряка. Более ста наших юношей сейчас служат в Мурманске на авианосце «Адмирал Кузнецов». Командиры Кольской флотилии отмечают, что уроженцы республики служат достойно. На их примере и нужно воспитывать молодежь, чтобы военно-морской флот России по-прежнему крепко стоял на защите морских рубежей и государственных интересов страны. Галина Титарчук, Атнер Корсаков, Республика. Сделать землю более чистой и небо более ясным. Ученица Чебоксарского лицея номер 44 Анастасия Стеньшина выиграла грант Федерального агентства по делам молодежи. Она покорила жюри своим уникальным проектом по переработке пластиковых бутылок с участием живых организмов. С гением в вопросах экологии и биологии встретился Рифат Фаткулин. В своей школе десятиклассница Настя Стеньшина теперь знаменитость. Ее проект высоко оценили на федеральном уровне. Юная исследовательница создала модель аппарата по переработке пластиковых бутылок с помощью бактерий с необычным названием Идионелла сокаенсис. Правда, только в графике. Оказывается, эти голодные микроорганизмы способны поедать, фактически перерабатывая один из самых трудно разлагаемых и опасных для природы отходов. Пластик. Все, что остается от него – простые химические элементы. На данный момент происходит выброс пед-продуктов, а данное устройство помогает не только решить эту проблему, но и способствует достижению цели 12 – устойчивого развития. Это ответственное потребление и производство. Бактерии, они находятся в различных почвах. На данный момент происходит процесс анализа почв и выделения из них бактерий. После их размножения на данный момент они в термостатах. Данный грант 100 тысяч мы собираемся направить на сборку самого аппарата и на выделение бактерий. Такого аппарата нет еще ни в одном регионе России. Чтобы запустить агрегат, потребуется не меньше года. К победе в столь масштабном конкурсе ученица шла долго, рассказывает научный руководитель Насти Оксана Яковлева. Настя давно уже занимается биологией, как раз с седьмого класса посещает дополнительные наши все занятия. Ежегодно работает над экологическими проектами, то есть у нее уже опыт был по написанию проектов, но вот эта идея ей пришла в этом году, то есть можно сказать, она изобрела велосипед. Таких у нас экологических проектов мало. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова